Вы ведь были одним из тех, кто подписал письмо в поддержку наших действий относительно Крыма. Знаете что, я во-первых там был на референдуме. Я вот один из тех, непосредственно 16 числа я там был, я выступал и в Севастополе, и в Симферополе. Вот, и я очевидец. Понимаете, поэтому я тот самый человек, который вот ни секунды не сомневался в правильности этого выбора нашего государства, нашей политической элиты Владимира Владимировича. Я вот видел этих людей, я понимал, что они этого хотят, им это нужно, это их выбор. Это не наш выбор, это их выбор. Поэтому, когда вот сейчас там задают вопросы, да как же, а что это ты там, Крым наш, и Крым не наш, Крым Крымчан, Крым тех людей, кто там живет, на самом деле. Крым тех людей, которые пошли и проголосовали. Я такого действительно, я там давно живу уже, я ходил на голосование, я помню, как это там было в советские времена, как в постсоветские. Я как-то особой активности не наблюдал раньше, ну я не видел такой массового, такого, так сказать, подъема, да, единения, а там я это увидел своими глазами. Ну как, я же, я же, я же, знаете, живой человек с живым восприятием. У меня есть свое, так сказать, своя позиция, свой взгляд, свои впечатления, эмоциональные в том числе. Вот, поэтому я смело подписал это письмо, понимая, что этим людям, которые там живут, это очень нужно. Уж не говоря про историю Крыма и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, конечно, это сейчас такая тема для обсуждения, это такая, в некотором смысле, лакмусная бумажка, потому что сейчас делить начали национал, значит, патриотов и националистов. Предатели и так далее, и там подобное. Я очевидец. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24.